Добрый день всем. Приветствую из Литвы, из Вильнюса. И как господин Павел представил, сегодня будем говорить обеим и классификацию. Может так и начнем. Я хочу спросить, слышите вы меня или видите ли мой экран? Как со звуком, как качество звука? Павел, Анна? Да-да, если ко мне вопрос, то у вас прекрасно слышно, все в порядке. Да, очень хорошо слышно. Спасибо. Хорошо, тогда начинаем. Вопрос, почему классификация необходима? В принципе, я хочу напомнить, что обозначает буква М в экране БИМа. То есть буква М имеет четыре значения. Building Information Model, Building Information Modeling, Building Information Management и Building Information Mapping. Мы постоянно говорим, чаще всего говорим про модель или моделирование. Забываем про управление данными и интеграции, так называемого мэппинга с другими системами управления данными. Во время создания данных мы используем такие программы, например, Revit, Tecla, EcoSim, ArchiCAD, может другие какие-то 3D моделированные программы для 3D моделирования. И чаще всего проектировщики, архитекторы, конструкторы, другие участники проекта, они совсем не думают про качественные данные. Но для нас, для участников ВИМ-процесса, нужно обрабатывать эти данные в других системах, таких как Microsoft Project, например, в сметных программах для просмотра, Navus, WorkSys, Libri и так далее. И для нас очень важно качество. Скажем так, что иногда используется общая средная обмена данными, а некоторые используют Excel просто, чтобы передать. Или EFC-файл тоже как формат обмена данными. И, как говорил проектировщики или даже строители, они даже не думают про следующие процессы, которые бывают во время эксплуатации зданий. такие как технический присмотр, скажем так, Augmented Reality, Virtual Reality, мобильные аппликации. То есть очень много разных действий можно создать, если мы имеем очень красивые, качественные данные. И это может нам помочь, эта классификация. То есть если мы сразу будем думать про классификацию данных, я говорю про атрибуты, я говорю про свойства, значения, их название и точность. Так, люди, программы, оборудование, они меняются данными. И вот для эффективного обмена нам нужна гармонизация. Мы должны договориться, как будем называть иные или другие параметры, названия, атрибуты, свойства и что-то еще. Так, почему я про это говорю? Потому что это хорошо классифицированные данные увеличивая ценность нашего BIM. То есть это как ключ для раскрытия всех возможностей нашего BIM. Вот что сегодня для нас, ну, у нас не хватает. В принципе, могу говорить, что во всем мире. То есть мы не думаем про классификацию. Ну и, конечно, другие ценности, дополнительные ценности, это прозрачность данных. То есть мы участники проекта, они быстро могут найти любой компонент, элемент, систему, структуру, используя функции поиска, фильтрации и другие какие-то функции. Интеграция систем, машины, устройства, они могут автоматически получать и обрабатывать данные, если они ясны, понятны, склассифицированы. Ну и, конечно, эффективность. Сегодня в мире существует очень много различных стандартов. Большинство из них – это национального уровня. И сегодня я чуть-чуть расскажу про несколько из них. То есть мы обратим внимание на Uniclass, Omniclass и ISO стандарты. И вот, как видите, я отметил красный CO-класс, Cuneco Classification System. Это шведский-данский стандарт классификации, который создан на базе ISO 81346, международного стандарта. Так, ну попробуем сделать маленький обзор. Омни-класс. Как видите, Omniclass очень старый стандарт классификации, который используется в Соединенных Штатах. И, как видите, выпуск, дата выпуска в среднем где-то 2012 году. Да, я могу сказать, что он не обновляется. То есть то, что они создали в 2012 году, то и используется на рынке. Если посмотреть на Uniclass 2015, он сегодня, грубо говоря, очень популярный в дискуссиях, но по использованию даже сама великая проектировщик и участники процессов, BIM-процессов нечасто используют этот классификатор в своих проектах. В 2016 году я сделал принт-скрин. И, как видите, например, табличка Products была выпущена в 2015 году, и была выпущена вторая версия, публицирована вторая версия. Сегодня они имеют 14-ю версию этой таблички, что это обозначает, что они постоянно его дополняют. И, как из опыта, могу сказать, что эта работа бесконечная, и, в принципе, даже не виден конец этой работы. И ИСО имеет главные 5 табличек, которые помогают классифицировать. Этот стандарт старый, он был создан для энергообъектов, энергических объектов, скажем, Росатом, другие большие промышленные компании, а не производительная компания. И, в принципе, у него для нас, для строителей, нужны две части. Это вторая часть стандарта и 12-я часть. Во второй части классифицируются все компоненты, все элементы нашего здания или какого-то оборудования или какой-то инженерной сети, пространство или помещение. В четвертой табличке. И в 12-й части мы можем найти классификацию функциональных систем, технических систем и так называемых топ-ноудов. Как это все выглядит, я постараюсь показать в следующих слайдах. Сейчас хочу показать, как попробовал сравнить структуры каждого из классификаторов. Я взял табличку 23-ю из омникласса, которая классифицирует продукты, строительные продукты. Как видите, в этом стандарте, в этой структуре около 7 тысяч строк, то есть около 7 тысяч записей. Это большой классификатор. И попробовал ввести в функцию поиска несколько элементов. Например, ввел окно, на английском, конечно, это было Windows, и получил результат 120 записей в этом стандарте. То же самое с дверями, то же самое с трубами, с балками и так далее. Выдает очень много записей из одной причины, потому что они классифицируют и раму для окна, и ручку для окна, какие-то другие компоненты. Может, даже стекло можно найти специально склассифицированное для окна. То же самое с дверями, с трубами и другими балками. В Uniclass проблема та же самая, то есть более чем 7 тысяч строк, то есть записей в классификаторе продуктов. И та же самая проблема, то, что выдает очень много результатов. Почему эта проблема? В принципе, найти конкретный элемент очень трудно. То есть очень много записей нужно проскроллить, просмотреть, чтобы выяснить тот же элемент, который, или другой элемент, который мне нужен для проекта, для классификации элементов. Если посмотреть глубже на структуру классификации, например, дверей, на третьем уровне мы видим, что классификация начинается с критерия материала и чуть-чуть глубже, если смотреть на том же самом уровне, на третьем уровне, мы увидим, что критерий классификации меняется. Появляется несколько других критерий, и очень трудно для пользователя найти конкретно, что я хочу. Например, если мы имеем металлические какие-то двери, они же могут быть противопожарные двери, которые код выбирает, который код присвоит нашим дверям. То есть какая-то структурная недостатка. То же самое с окном. Материал и какие-то другие функциональные критерии для классификации окон. Если посмотреть на Uniclass, тут вообще бардак. И разные критерии в одном и том же уровне. То есть классификация по типу открытия, другая классификация по материалу, по функционалу дверей и так далее. И, конечно, хочу обратить внимание на структуру кодирования, то есть создание кода, класса. Его очень трудно запомнить для каждого участника проекта. С окнами чуть-чуть получше ситуация, то, что они уже классифицируют по критерию материала, да и там какие-то еще другие критерии внутри названия. Если посмотреть на ISO стандарт, в ISO стандарте мы найдем конкретно только window, только окно, только дверь, там форточка, оборота и так далее. Очень простой. То есть они исключили классификацию функциональности, исключили классификацию материалов, критерии такие, как другие типы открытия и так далее. Окно и есть окно, другие свойства и значения мы можем указать в нашей BIM-модели. Из своего опыта могу сказать, что этот классификатор, он стабильный на всех этапах жизненного цикла. То есть если я назначу код, назначу класс, так он будет на всю жизнь. 100% все компоненты могут быть склассифицированы, закодированы. И самое главное, что это объектно-ориентирование, кодирование. Что это значит? Это значит, что программисты могут легко делать разные интеграции с разными системами, такие у них, как светлые программы. Так, нас сделаем обзор глубже. Весос стандарта 8.1.3.4.6. В классификаторе тоже, если сравнивать структуру, всего лишь 800 строк, и он больше на 5 лет будет стабильный, то есть его не будет дополнять, менять и делать какие-то перемены внутри. И, как говорил, если я ввожу окно, то я получаю подоконник для окна, окновой блок или окно, три результата в поиске. А если ввожу дверь, то есть большие двери, нормальные двери и некоторые элементы специально для дверей. В принципе, классификации, в принципе, существует только три правила, что нужно знать. Это аспекты, это классы и правила кодирования. Это очень просто и очень легко. Аспекты. Аспекты имеют, каждый аспект имеет свой символ, процент, минус, плюс. И вот в моем примере два бинокля, первый наверху, второй внизу. что я только сделал, я присвоил им номер, идентификатор, то есть я уже могу использовать аспект, символ, минус. Тип биноклей разный, то есть первый бинокль вверху одного типа, внизу бинокль второго типа. как мы смотрим на каждый элемент, так и отмечаем с аспектами. Так, классы. Сейчас зайду в систему, в платформу, где можно найти классификаторы. То есть эту платформу создали мы сами, чтобы закачать разные классификаторы во время тестирования, во время использования и другие. Вот открываю главный, в принципе, чаще используемый табличку компонентов. Классификация состоит из только трех уровней. Для классификации выбрали буквы, потому что алфабет имеет конкретное количество букв, и для классификации он не может превышать. Вот вся философия классификации состоит из первого уровня, то есть критерий, что наш элемент компонент делает в нашем процессе, в нашем здании, в нашем оборудовании, в нашей стенке и так далее. Например, все знаем, что вентилятор, он генерирует поток воздуха, то есть его можем вентилятора найти в классе G, и около второго уровня класса Q и B, mechanical fan ventilator. Система тоже позволяет посмотреть, про что мы говорим, про какой это элемент. Так вот, на такой философии и встроена вся классификация элементов. Например, труба, она направляет воду, например, или провод направляет электричество. если смотреть на конструктные элементы, несущие, например, колонна, балка, она находится на классе U, удерживаемых и сдерживаемых объектов, несущий объект, колонна, балка, блок и другие компоненты. Чуть-чуть на высшем уровне мы используем системы технические, которые классифицируют инженерные сети, какие-то структуры, какие-то конструкции, это все зависит от самого объекта. И системы функциональные, то есть самый высший уровень, где мы можем склассифицировать грубо, склассифицировать все компоненты, например, стеновые, система перекрытия, можем создать систему вентиляции, можем создать, то есть самый высший уровень классификации. принцип классификации, как правильно кодировано, правило кодирования. Вот на этом примере мы имеем четыре окна, используя правила кодирования и создания ID компонента, мы выбираем из классификатора класс, обозначаем префикс, пишем код аспекта, то есть идентификация компонента, посерединке пишем код класса, то есть QQA и номер в нашем проекте. Это очень просто. Дальше, правила кодирования ID типа. В нашем проекте, в нашем этом примере мы имеем два типа окна, на окно алюминиевое, скажем, а другое сделано из дерева. Первый тип обозначается с процентом класса и номером тот же самый принцип. Только префикс берется идентификатора типа и номер создается конкретного для каждого типа окна в середине проекта. Можем сделать комбинацию каждого окна. То есть можем связать номер окна, идентификатор окна и идентификатор типа окна. И так получается, что четвертое окно это первый тип, третье окно это второй тип, а первое окно в нашем проекте первый тип. как это выглядит в модели сделал такой принт скрин чтобы показать яснее вот первое второе третье четвертое пятое шестое седьмое восьмое окно в нашем модели и каждый из них имеет свой тип конкретный тип окна так выглядит в чертежах мы можем использовать так называемую маркировку таги где можем присвоить конкретный код и писать в чертежи конечно этот код мы можем использовать на баркодах юаркодах и других процессах нашего железнового цикла зданий другой пример с подоконником мы имеем в нашем проекте шестой тип подоконника и по коду многоуровневому коду мы видим что вот этот конкретный шестой тип подоконника монтируется со вторым типом окнами второго типа окнами такой же самый пример с ручками первый тип ручки монтируется со вторым типом окна второй тип ручки монтируется с первым типом окна. То есть я могу читать код с зада вперед, и таким образом я могу идентифицировать, про что мы говорим. Так, быстренько зайду в Revit, покажу вам ситуацию, как можно классифицировать все элементы. Так, ну, скажем так, выбираю двери. Для этого проекта я создал сборник параметров, атрибутов, и вот этот класс код столбик я запишу код классификатора. Вызываю функцию связи с системой классификации, с платформой, подсоединяю со своими паролями, логинами. Так, выбираю ненужную таблицу. Нахожу компонент, дверь. И говорю, что вот именно для всех дверей в BIM.exe класс код я хочу записать конкретный класс. Так, класс код. Все, каждый из этих элементов уже имеет свой личный класс код. Давайте создадим название, добавим название. Да, там двери. То есть, что это двери. Вот, из системы классификации, то, что я показывал на веб-странице, мы можем взять разные классификаторы. Их очень можно, можно во время промоделирования, можно использовать нескольких систем классификации, несколько стандартов. Если вы имеете свою личную классификацию, свою личную классификацию, свой стандарт, вы можете добавить в систему и использовать во время моделирования. Так, продолжим. Для маркировки мы будем создавать комбинацию. То есть, мы сейчас должны для каждой двери создать уникальный номер. Так, сделаем. И хочу, чтобы номерация началась с оси Х, потом продолжалась по Y и поднималась вверх. Таким образом создается уникальный номер по осям. И вот, сейчас могу создать марку конкретно Product ID, идентификация продукта. И опять вызываю несколько функций, чтобы быстренько создать для каждого элемента, объединить класс код и Product ID. И как помните, префикс был минус. И так добавляю. И таким образом создаю уникальный идентификатор для каждой двери. То же самое мы можем сделать с окном. Опять выбираю код. Выбираю, куда я хочу вписать результат. Создаю уникальный номер в окна. И соединяю два разных кода. Почему это нужно? Ну, в принципе, как для фильтрации элементов. Мы потом можем фильтровать по разным атрибутам. Так, объединяю этот код. Тоже опять для каждого элемента. Соединяю два класс код и Product ID. И, конечно, пишу минус. Потому что это идентификация продукта. Вот видите, в нашем проекте мы имеем несколько типов дверей. Пять типов дверей. Давайте создадим идентификатора типа для каждой двери. Этим образом мы будем поиначе сортировать. То есть мы должны там, ну, по каким-то критериям, по type name, скажем, по названию этого типа. Выбираем класс код опять. Добавляем номер. И в этом случае будет префикс, процент. Вот таким образом мы создали пять типов. Скодировали все наши двери. Сейчас могу посмотреть чуть-чуть поиначе. Скажу, что покажи мне по type ID место названия. И таким, извиняюсь, не то нажал. И вот стенки. Заранее я склассифицировал эти все стены. И сейчас мы можем посмотреть, как, например, выглядят стеновые конструкции. То есть один тип, например, тут на втором этаже. Первый тип – это какая-то другая стенка. Третий тип – стеклофасад. Четвертый тип – внешние стенки, внутренние и так далее. Вот таким образом. Вот сейчас, например, нам нужно добавить из нашей модели, где находятся наши двери, в какой стенке. То есть, чтобы каждая дверь имела свой адрес. В какой стенке она находится. До этого буду использовать атрибут technicalsystem.id. И опять могу для каждой двери объединить два разных кода. Так, выбираю, что мне нужна маркировка стен. Выбираю класс код и продукт.id. И пишу по правилам ISO стандарта, такие как суффикс. И вот каждая дверь получает конкретный адрес, где она находится. То есть, девятая дверь в нашем проекте находится в 43-й стенке. Таким образом, если мы имеем проект чертежи, где есть спецификация всех стен, всех дверь, мы очень просто можем сделать навигацию каждого компонента. Если нужно добавить в эту табличку тип стенки, то тоже это можно сделать. Просто давайте не будем тратить времени. Перед вебинаром я тоже склассифицировал все помещения. И сейчас попробую взять адрес, где эти двери находятся, в каких помещениях они смонтированы. Говорю, что нужно копировать параметры из комнаты и конкретно в room.id. Так, что-то не сработало. Я извиняюсь, technical system.id. То есть, чтобы каждая комната даже имела адрес, на каком этаже она находится. Так вот. Таким образом, знаем, что вторая дверь в нашем проекте, она находится на втором этаже 201-й комнаты, которая имеет название, добавим название комнаты, там коридор, или там пятая дверь находится в какой-то комнате 206-й. Таким образом, мы создаем идентификатор локации, где она находится, наши двери находятся в наших помещениях. Или идентификатор, где монтируются эти, в какие конструкции монтируются эти двери. Так, сейчас попробую открыть совсем другую структуру, показать функциональные системы нашего здания. Так, опять вызову на помощь плагин, который разрешает управлять данными. Да, я сейчас выберу стены, фундамент, крышу. Тут в этом проекте есть какие-то парты. Так, и флорс. Так, имею в категорию. Сейчас вот я хочу, а чуточку, поменять структуру, как показывает нам данные. В «Functional System ID». Так, добавим еще один параметр. Название системы. Выбираю «Functional System Name». Говорю, что приоритет будет первый. И сортирирую. Таким образом, перед этим вебинаром я склассифицировал эти функциональные системы. И сейчас могу их анализировать. Система стеновая. Класс «Б». Если посмотреть в классификаторе, это система стеновая. То есть, все компоненты, которые входят в эту систему. Двери, окна и другие. Светильники, стеновые светильники и так далее. И сейчас вот по функционалу я могу фильтровать разные структуры, разные системы нашего объекта. 3D-моделя. Так, четвертая система – это внутренняя система стен. Можем посмотреть. Опять, видите, как просто сейчас управлять данными, если данные качественно склассифицированы. Посмотрим систему наземнее. Что говорит. Вот есть какая-то структура фундаментов. И вот таким образом я могу сфильтровать все элементы и их экспортировать в любую, в разные системы управления данными или для обработки данных. То есть я, если добавлю параметры, атрибуты геометрические, то я получу объем, длину, высоту, ширину, там, периметр и так далее. И вот, как видите, все-все-все-все связи можно уже обрабатывать алгоритмами или искусственным интеллектом. Так, быстренько показал, как используется ISO-стандарт во время моделирования. Сейчас хочу обратить внимание на другие нюансы классификации. Такие, как технические характеристики и как они управляются в наших моделях. Ну, сами понимаем, что окно, компоненты имеют разные способы открытия. Они могут быть произведены из разного типа материала. И может даже использоваться внутри остекления стеклопакеты, разные стеклопакеты. Таким образом мы можем создать разные комбинации. И, в принципе, омни-класс и юни-класс в этом и застряли. Потому что вариантов классификации становится бесконечно. Если добавим еще какие-то противопожарные коэффициенты или там энергетические, там, у-валы, эр-валы и так далее. То же самое, если посмотреть на унитаз, каких типов они бывают. Разных цветов, разных материалов. Подача воды сбоку, снизу, сверху. Какой выпуск. Воризонтальный, вертикальный, косой. Цветные унитазы, может быть. Угловые. То есть очень много параметров, свойств, которые практически невозможно склассифицировать. В помни-классе и юни-классе. С дверями то же самое. Но мы говорим про управление данным. То есть мы должны классифицировать даже и свойства, и атрибуты. И мы должны договориться, как их будем называть. Чтобы все знали, откуда взять, какие данные, и как они будут называться, и какие значения, какие параметры нам будут нужны во время расчетов с метой, или там энергетический анализ сделать и так далее. Каждый участник проекта имеет свою нужду для параметров, для каждого компонента нашей BIM-модели. И как знаете, если посмотреть на параметры, на структуру атрибутов в Revit, то есть системные параметры, которые мы можем вытащить, взять в наши спецификации. Каждый проектировщик или в сетях можно найти разные компоненты, которые будут иметь свои личные атрибуты. И вот их название вот и создает хаос в наших BIM-проектах. Мы должны договориться, как будем называть атрибуты и как будем кодировать и называть значения для цвета, значения для материала и других параметров. Вот пример, как делается классификация, кодирование типа окна. Первый синий номер обозначает, что пишется код вида окна. На вторую цифру 20 пишется код материала. И третья цифра 06 пишется тип стеклопакета. В этом случае, смотря на этот код, я могу читать, что это 136 окно, распашное окно, сделанное из алюминия и стеклопакет энергосберегающий. То есть вот по этому коду мы можем уже делать связи, делать мяппинг с конкретными ценами нашей базы данных сметных программ. Другой пример, например, монолитная колонна. То есть тут можем договориться, что будем использовать для обозначения типа колонна 4 цифра. Первое 0.2 обозначает материал, 0.3 обозначает форму, 0.1 обозначает монтаж, 0.6, скажем, опаловка. Если посмотреть на жизненный цикл, скажем так, что архитектор выбрал то, что это будет бетон, железобетонная колонна во время архитектурного проектирования. И принял решение, что это будут квадратные колонны. На конструктор после встречи с заказчиком, с архитекторами, с командой принял решение, что это все-таки будет монолит. Это монолитные колонны. Технолог или подрядчик выбрал свою личную технологию, как он будет монтировать, как он будет производить эти монолитные колонны. Какую опаловку он будет использовать во время стройки. И вот тут показано, как можно связать уже с другими классификаторами. Тут, например, я показываю классификатор работ ресурсного метода Республики Казахстана. И по этим значениям, по этой кодировке мы уже можем делать мяппинг с конкретным кодом в классификаторе. Как это делается? Даже можем создать искусственный интеллект, чтобы он взял значение из нашего типа, отослал базу данных и сделал автоматическую фильтрацию записей наших базы данных. Даже можем склассифицировать геометрические параметры, которые могут помочь нам во время фильтрации других классификаторов, других базовых данных. И тут пример показан, как можно сфильтровать и связать тот же самый код с нормативами Российской Федерации. То есть опять получаем результат по разным параметрам и по разным значениям и сделаем мяппинг, что вот этого типа колонна имеет вот такую запись в нашем базе данных. Другой вариант. Мы можем договориться и принять решение, что во время проекта будем использовать отдельные атрибуты для каждого компонента. Как, например, в этом слайде мы можем создать шесть атрибутов. Например, строительные работы, подготовление, монтаж, разрешение. Еще три атрибута. Работы, отделочные, подготовление, главное, завершение. То есть опять происходит уже классификация атрибутов, название атрибутов. И в эти атрибуты из различных базы данных мы можем вписать конкретный код. И вот эта связь между базой данных, она может сохраниться. Вот этот мяппинг можно сохранять для будущего. То есть если в проекте когда-то появится такой тип колонны, то она уже автоматически найдет записи в других базах данных, то есть в сметных программах. И для нас, программистов, мы можем отправить все данные в любые другие программы. Как я показывал, можно экспортировать в Excel. Так, чуточку еще времени есть, несколько. То есть в стандарте описано, как правильно кодировать, чтобы всем было ясно. Нам не нужно создавать новый велосипед. Мы можем использовать уже существующие правила, уже существующую классификацию. Но кодирование, оно может решить очень много проблем. Вот пример другой с сенсорным переключателем света. В нашем проекте он шестой. По кодированию я знаю, что он второго типа. Я вижу, где он находится, какую функцию он делает. Я даже знаю, в каком помещении. То, что я в четвертом доме на строительной площадке. И что он устанавливает конкретную стенку. Стенка из гипсокартона третьего типа. Пятого. Другой пример с подоконником. Я тоже могу описать, скодировать очень много задач. Где находится, где он установлен, с каким окном он устанавливается. И другие примеры. Как я и показывал, для этого мы создали, для классификации, как систему мы создали веб-платформу. Это такой, который имеет свои плагинсы для Rebita или Navisworks. И он помогает создавать свои личные классификаторы. Мы используем международные, если такие нужны. Используем национальные. Или, как я говорил, на третьем уровне. То есть на уровне организации можно использовать, создавать свои личные структуры классификации. Доступ к передаче информации. То есть это уже структура пользователей. И передача информации идет с международной, на уровне национальной, на уровне компаний, организаций. Мы видим все международные, национальные и личные стандарты классификации организаций. Возможность на то, что можем сравнивать разные классификаторы, создавать, как я и говорил, свою новую систему классификации, разные таблицы. И вручную мы можем внутри платформы, внутри системы создавать свои структуры. Импортировать, экспортировать в Excel формат. То есть если неудобно, не привыкли, пока используют ветку платформу, или где-то существуют в других ERP-системах, уже созданные структуры классификации, их можно взять в формате Excel и импортировать. Конечно, всяк, как любая IT-платформа имеет свое управление пользователями, три уровня – администратор, гость или модератор. Мы можем создать систему классификации, собрать модераторов, которые будут создавать новый стандарт внутри вашей компании. Можно иметь так называемый новый сегмент, если есть какой-то отдаленный офис, можем его добавить с ихними пользователями. И, конечно, всякие скрипты, которые можно использовать. Как, например, существует скрипт, который мы можем вложить в свою личную веб-страницу, скажем, в VPN, какую-то среду для регистрации и логина. И, конечно, система имеет открытый API, так называемый интерфейс программирования. То есть, если вы внутри своей компании имеете своих программистов, или вы работаете с партнерами, и вам нужно взять ваши личные какие-то платформы, это очень легко сделать, используя API, так называемый, или использовать уже наши созданные плагины, аддонсы для Revit и для CanvasWorks. Ну и, как говорил, возможная связь с другими платформами. Так, еще несколько минут имею. Хочу показать, над чем сейчас работаем, и вот ту красоту классификации. Вот имеем инженерную систему какого-то офисного здания. Тут классификация только началась, как раз на этой неделе начали, и вот создали структуру вентиляции. Вот функциональная система вентиляции, то есть возвращение воздуха. И сейчас я уже могу быстренько фильтровать каждую структуру отдельно. Вот какая-то техническая уже система подачи или обратной. Компонентка, которая составляет всю большую структуру. Вот это классификация функциональных и технических систем. И, конечно, на следующем этапе будет классифицироваться каждый компонент вентиляционной системы. Трубопровод, диффузор, фильтры и другие структуры. То же самое могу показать тоже интересный проект. То, что вот этот проект EFC-файл, его тоже можно склассифицировать. Вот, например, выбираю какие-то колонны, я их фильтрирую, вызываю, подсоединяюсь опять к серверу, выбираю тип колонны, может быть тип изготовления, может опаловку, материал, форму или другие какие-то параметры. Вот, и когда во время классификации добавляются новые параметры, вот material name, бетон, что еще, класс код, давайте добавим опаловку. Так, выбираю, куда я хочу записать. Вот, скажем, выбираю какой-то параметр для опаловки, то есть preparation какой-то, preparation activity, например, и скажу, что это будет ОЛБ, опаловка шестого типа, да, как в нашем презентации, деревянная опаловка. Так, выбираю все колонны, грубо говоря, все колонны, пока времени уже нету, и говорю set. Так, классификация закончена, и вот сейчас можем посмотреть, да, вот preparation activity code, да, то есть 06. То есть это код, код деревянной опаловки. Если я хочу чуть-чуть побольше информации, я опять могу добавить несколько скриптов, параметр, куда я хочу записать. Сейчас добавить код и название нашей опаловки. Какую опаловку будем использовать. Я автоматически все добавил все из классификатора, да, preparation activity 06, деревянная опаловка. Вот эти все данные я уже могу отправлять в Excel, да, то есть или создать интеграцию напрямую с другими системами. Тут вот, я извиняюсь, это структура на литовском языке, так как я не имею русского варианта. Так, выбираем опять все, быстренько все колонны. Время уже жмет белую тейков, и все колонны уже отправлены в таблицу, да. И опять, все кодировки, то, что было склассифицировано, мы получили, да. Бетон, вот, например, нам не хватает опаловки, да, то есть я могу это исправить. Я добавлю мэппинг и скажу, что добавим мне description из категории Bimaxon, выбери preparation activity, параметр, атрибут. Проверяю, что нового получили в модели. Вижу, что что-то новое получилось, и делаю update из модели. Не хватает несколько столбиков. Включу description один, да, и вот вижу, что у нас уже получилось. Мы добавили другую информацию из классификатора. Все, если я работу закончил, делаю экспорт. в Excel. Закрываю тут литовский язык, чтобы он не мешал. И вот вижу, что это колонны по класс-коду LD-колона, конкретный номер колонны. Вижу, что это деревянная опаловка, что это железобетон и все геометрические параметры. То есть ничего не делал, автоматически получил разные структуры информации, да. Просто несколько кликов, и все я имею для следующих процессов. В принципе, на этом все. Спасибо за внимание. И передаю слово PSS Great Tech. Павел, Анна, Екатерина, слово вам. Да, Анатас, да, спасибо большое. Коллеги, прежде чем мы будем обращаться к вопросам, еще пару слов хотелось бы сказать. Я хотел бы Екатерине Величко передать слово. Это наш координатор учебного центра. Катя, пожалуйста. Всем добрый день. Скажите, пожалуйста, видно ли мой экран? Да, все в порядке. Спасибо. Так, меня зовут Екатерина, я координатор учебного центра. Павел же у меня представил, спасибо. Для тех, кто хочет серьезнее изучить вопрос классификации, мы совместно с Донатасом подготовили двухдневный учебный курс BIM Management Level 2. Он пройдет на Санкт-Петербурге 20-21 сентября. По длительности курс идет 16 академических часов. На курсе вы узнаете, как начать использовать и успешно применять классификацию BIM-модели и какие существуют современные системы классификации, чем они отличаются друг от друга. Подробную программу курса вы можете посмотреть на нашем сайте в разделе учебный центр, найти наименные курсы, и там вся подробная информация представлена. Для тех, кто еще не забронировал место на этом курсе, кто присутствует на данном вебинаре, мы предоставляем специальные условия. Они видны на слайде. До 5 июля при оплате скидка действует 40%. Дальше при оплате до 1 августа скидка на курс будет 20%. Дальше скидка уменьшается до 10. И после 1 сентября уже стоимость будет без скидки. Также для всех участников курса будет предоставлен бонус, доступ на 3 месяца к веб-системе BIM-максон и надстройка для Revit и Navisworks. Если вас этот курс заинтересовал, вы можете на него записаться любым удобным для вас способом. Можно на сайте через онлайн-консультант, либо через кнопку «Записаться» по телефону или по e-mail. В конце данного вебинара вам будет прислана ссылка с ссылкой на видео, и также там будет информация подробно о этом курсе и ссылочки на то, где можно на курс записаться. Если у вас возникнут какие-то организационные вопросы по поводу этого курса, можно будет в конце вебинара на них ответить. И сейчас хотела бы передать слово моей коллеге Алине Гадживой. Она расскажет вам про условия покупки BIM-максон. Алло, здравствуйте, меня слышно? Да, все в порядке. Да, обязательно мы хотели озвучить стоимость платформы BIM-максон и рассказать вам немного о том, какие есть варианты лицензирования. Значит, первый вариант – это сервер BIM-максон, это облачный сервер. Годовая лицензия в облачном сервере для организации до 50 пользователей стоит 1350 евро, но это в районе 95 тысяч рублей. 50 пользователей. Дальше она увеличивается соразмерно к пользователям. 290-100 пользователей до 200 пользователей – 3400 евро. Если у вас крупная организация, у вас больше, чем 200 пользователей, обращайтесь к нам. Мы обязательно посчитаем стоимость для вас, исходя из количества пользователей. Revit, BIM-максон и Navis, Works BIM-максон, приложения идут в поставки, входят в поставку. По вопросам приобретения можно обращаться ко мне. Это что касается облачного сервера. В следующем слайде сейчас мы покажем, если вы хотите, чтобы BIM-максон, платформа находилась на сервере вашей организации. Екатерина, переключишь, пожалуйста. Если вы хотите, чтобы BIM-максон размещался на сервере вашей организации, то стоимость следующая. Это лицензия на сервер стоит 67500. Это постоянная лицензия. Туда включена техническая поддержка на один год и все обновления. Последующее обновление возможно, но не обязательно. Но мы рекомендуем его. Это ежеводное. Также Revit и Navis BIM-максон включены. По всем вопросам приобретения или если вы хотите дополнительную презентацию для ваших сотрудников, вы можете обращаться ко мне. Меня зовут Гаджи Ивалина. Телефон указан, email тоже. Можем отдельно провести скайп-презентацию. Можем приехать к вам. Как вам удобно обращайтесь к нам. И теперь, наверное, у нас осталась рубрика «Вопросы и ответы». Павел, да? Да, Алина, спасибо большое. Коллеги, да, вы можете задавать свои вопросы, потому что наверняка у вас вы сталкивались уже с задачами синхронизации с сметными программами. Как вам возникали эти вопросы, моделируемые, немоделируемые элементы, как к этим вопросам подойти. Я пока зачитаю несколько вопросов. Первый – возможно ли подключение к вашему классификатору для ознакомления? Как раз только что сейчас Екатерина нам дала знать, что после курса есть подключение бесплатно в течение трех месяцев можно будет подключиться. Это ответ на этот вопрос. Теперь, возможно, еще один вопрос. Возможно ли интеграция с 1С? Донатас, я хотел бы вам передать слово здесь, чтобы вы пояснили. Есть у нас, вы знаете, есть приложение 1С, это общероссийское, по-моему, оно работает и в СНГ, в том числе. Все работают у нас с 1С, много различных модулей. Просто вопрос, интеграция с 1С возможно? Можете пояснить, как к этому подойти? Что делает 1С? Значит, 1С очень много функций. 1С начинался все с бухгалтерии. Сейчас это и управление проектным предприятием, управление строительством, графики, строительно-монтажных работ, подсчеты сметы. Есть 1С смета такой продукт, то есть это как сметная программа в том числе. То есть много модулей, единая платформа. Ну, в частности наверняка там имеют в виду, например, 1С смета, скажем. В принципе, любую ERP-систему можно подключить. Это вопрос, открыта ли ваша система для подключения. Готовы ли производители вашей системы открыть каналы для связи, интеграции между бимаксомой и ЦС и 1С? Хорошо, спасибо. Для классификации. Я еще хочу, Павел, добавить, потому что система классификации, то есть платформа классификации, ее можем использовать не только для классификации строительных элементов, но мы можем добавить туда и классификацию своих производительных процессов, классификацию станков, классификацию подрядчиков, материалов, каких-то продуктов, товаров и так далее, клиентов, заказчиков. То есть вы можете использовать эту систему как вершину классификации для бухгалтеров, для управления складом, для управления проектом, для управления строительством с метров расчетами. То есть вы можете сделать связи между любыми IT-платформами и системами. Спасибо, Донатас. Буквально два дополнения. Первое, у бимаксона есть API, как заметил Донатас в своей презентации. То есть если нужно взять что-то, например, из платформы, классификационные номера, например, подключиться к ним, то есть такая возможность. У 1С есть тоже API, который позволяет подключиться к 1С, поэтому здесь я, как бывший программист, тоже никаких проблем не вижу. Очень важный момент, который заметил Донатас в ответе на вопросы по поводу вообще систем классификации. Сейчас, на данный момент, чем еще платформа, на мой взгляд, хороша, что наши крупные заказчики, очень многие используют систему классификации, они в основном в Excel, то есть уже есть системы классификации, которые используют те же самые застройщики, особенно международные застройщики. И этот самый классификатор сейчас хранится в Excel-таблице. То есть получается, что часть информации, которую забивают проектировщики, они просто копируют в элементы и вставляют в соответствующие ячейки. А здесь получается, что не выходя из интерфейса программы, очень удобно на табличном виде, мы можем подключиться и не вручную вводить эти номера, а уже, соответственно, просто назначая, как показывал Донатас. Это все. Следующий вопрос. Запись вебинара для демонстрации руководства можно ли будет получить? Анна, скажите, пожалуйста, у нас эта запись вебинара мы как-то собираемся выкладывать? Какие планы здесь были маркетинговые или мы пока еще что-то не решили? Да, Павел, смотрите, запись вебинара будет в течение сегодняшнего, либо завтрашнего дня, будет размещена на нашем канале на YouTube. И, соответственно, все участники вебинара получат постфактум рассылку, где будут все ссылки даны. Ага, хорошо, спасибо большое. Вопрос по интеграции с Грандсмета и 5D-смета. Значит, 5D-смета, по-моему, это тоже, я так понимаю, к Грандсмете относится. Вопрос такой, где лежит API? Донатас, можете пояснить, где лежит API? Только что показывали способы лицензируя, 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 да? В принципе, API доступен по контракту, пока ценника не имеем, но они скоро появятся. То есть API, правильно мы понимаем, что именно в самой поставке API не поставляется, или это какой-то отдельный контракт на API? Или это все-таки включено? Да, это отдельный контракт. Это контракт специально для программистов, для программ, вот скажем, Грандсмета и 5D-смета. Если они захотят подключиться, мы должны подписать контракт. В другом случае, если сервер ставится внутри компании, так весь API уже включен в лицензию. То есть это будет уже собственность, грубо говоря, собственность пользователя, который владеет сервером. Он будет решать, как раздавать подход к API. Я же правильно понимаю, что если мы с помощью платформы оклассифицировали уже элементы, и нам нужно передать уже оклассифицированные элементы в сметную программу, то есть сметная программа должна увязать, получается, строительно-монтажные работы с соответствующими элементами, у каждого элемента может быть несколько строительно-монтажных работ, то в принципе здесь API нам не нужен. Мы просто читаем непосредственно уже сами элементы, которые могут находиться либо в самой Revit модели, либо в Navisworks, либо в Excel таблице. Я правильно понимаю? Или из Solibri можно вытянуть все классифицированные данные, передать счеты. Самое главное это кодирование, чтобы сменные программы обознали, про что мы говорим. И здесь API к Biomaxon тут не нужен, верно? Тут API к Biomaxon не нужен. Все. Вот, значит, вот, коллеги, мы здесь пояснили. Для того, чтобы интегрироваться сметная программа, тут API не нужен. Тут главное, чтобы сметная программа поняла соответствующую кодировку, с помощью которой вы оклассифицировали просто модель. Так, прошу уточнить, планируется ли обмен классификаторами между компаниями с помощью данной программы. Еще раз. Прошу уточнить, планируется ли обмен классификаторами между компаниями с помощью данной программы. Алексей, а вы можете еще раз уточнить, что значит обмен классификаторами? То есть, если компания загрузила, например, компания пользуется облачным подключением, загрузила туда классификатор, и чтобы она могла, ну, грубо говоря, расшарить этот классификатор с другими участниками процесса, вы об этом говорите? Или я неправильно понимаю? Так точно. Значит, смотрите. Да, это можно. Суть вообще в том, что вы сами управляете, то есть вы получаете доступ к платформе. У вас есть вот там своя ячейка, так сказать. Вы можете создавать там какие угодно классификаторы, пользоваться там существующими, свои загружать. И потом вы можете предоставить доступ любому участникам процесса. Для чего? Либо для ознакомления просто, либо для того, чтобы ваши подрядчики использовали этот классификатор, подключались из Revit модели к соответствующему классификатору и оклассифицировали модель. Поэтому это могут быть как субподрядчики, проектировщики, строители, генеральные подрядчики, так и обмен между внутри отрасли. На данный момент, например, в республике Казахстан это вообще делается там общегосударственно, на общегосударственном уровне используется. Что все контракты, которые уже там на федеральном уровне и финансируются с федерального бюджета, безусловно, все застройщики должны иметь доступ к нему. Вот поэтому вот этот опыт сейчас там распространяется. Так, возможно ли подключение к классификатору? Еще вопрос такой. Можно ли проверить точность ППР или БОМ? ППР – проект производства работ. Возможно, вам знакома эта аббревиатура Донатас. Вот, не знаю, что имели в виду. И да, и при чем здесь именно это? Может быть, я не прав. Донатас, можете сказать какое-то свое мнение? Можно ли, Павел, чуточку объяснить детально? Я как раз не могу. Я могу, наверное, попросить тот, кто задавал вопрос. Павел, поясните, пожалуйста, вопрос. Возможно, имеется в виду… Но ППР вообще – это проект производства работ. А тут другой участник поясняет. Возможно, имелось в виду планово-предупредительные работы. Планово-предупредительные работы. Как проверить точность планово-предупредительных работ? Коллеги, я прошу прощения. Нам не очень понятен вопрос. Можете чуть-чуть, если действительно ответ вам очень важен, пояснить чуть-чуть поподробнее? Да, ну вот, поясняю, что это действительно план производства работы. Можете меня сделать презентатором? Да. Анна, можно, пожалуйста? Да, сейчас, секундочку. Вот, смотрите, я зашел в Navisworks, да, те же самые колонны. И, скажем так, вот, мне нужен код из смертных программ, да. Вызываю плагин bimaxon.cs, подключаюсь к серверу. Так, и в этом случае выбираю совсем другой классификатор бетонно-железобетонной конструкции, конструкция Monolith, да. Так, сейчас с номерами у меня чуть-чуть плохо. Пресс-воколонн в деревянной паловке, да. Ну и вот какой-то один из кодов я могу присвоить вот этому элементу, да. И попробуем вот это сделать быстренько, если получится. И опять я должен выбрать конкретный параметр, атрибут, куда я хочу его вписать. Например, InstallationActivityCode. Так, буду использовать только код, не нужно название. Вот, и только что я склассифицировал каждый из элементов в рамке для сметчика. InstallationActivityCode, да, вот код из GZCN. Красиво. И опять этот код я могу добавить в таблички бы или интегрировать в другие системы, да. И вот если мы нормально, вот на этом примере нормально склассифицировали колонны, да, как я показывал в своей презентации, каждая колонна бы имела материал, тип подготовки. И уже можно в сметной программе сделать запись, что вот этот нормативный код идет с таким типом колонна. Вот и все. Вот зачем классификация, да. Архитектор, конструктор не знает, какой код из классификатора для сметчика нужен, да. В принципе, классификация для сметных расчетов, она кратковременная, да. Она имеет несколько стадий технического проекта, рабочего проекта. И может во время страницы, во время эксплуатации, может совсем другие процессы происходят. То есть никто не знает структуру классификации и так далее. Мне самому трудно выбрать этот код. Так, представьте себе, если конструктор или архитектор это будет делать. Нет, нам нужна автоматизация, интеграция между BIM-моделей и кодами из других базовых данных. Вот зачем нужна классификация элементов. Другой пример, зачем нужна классификация не только для сметчика. Скажем так, вот есть такая компания, Бонава, да, Павел, которая работает на разных рынках, да, в Скандинавии, на территории России, там, насколько знаю, в Литве они открыли офис. Да, и каким языком сейчас будем общаться? Швеции по-русски не говорят. Мы, литовцы, по-шведски не говорим, но мы можем, некоторые наши специалисты еще умеют русский язык, мы можем договориться, мы можем читать, да, но в Швеции, если они напишут колонны, так никто в процессе не поймет. Вот затем нужна классификация. Все, я думаю, что там ответы на несколько вопросов. Да, верно. Вот еще вопрос, какие стандартные классификаторы входят на сегодняшний момент в лицензионный пакет по умолчанию? Gessen, Unicode и так далее. Да, во-первых, сами классификаторы не продаются, они бесплатные. Бесплатные. Некоторые из них есть платные. Это уже ваше личное дело, да. Если вам нужен там мастер-формат, Unicode, да, вы должны купить их и внести в эту систему, как я рассказывал, что есть функционал импорта Excel, да. Внутри системы, то есть платные листы загруженные, он как раз подверг, как анализы. И опять, если вы работаете над международным проектом, да, скажем так, что-то проектируете, строите совместно, с Великобританией, да, если нужно совмещать два разные классификаторы, никаких проблем. Вы можете в одной модели использовать разные классификаторы, как я показывал с восьмерными классами, да. То есть вы можете даже использовать такие простые классификаторы, как классификация уровней изданий, да, классификация государства, классификация... Level of detail, да, какие вы используете, вы можете добавить их, да, и пустить, то есть использовать эту классификацию во время технических задач. Мы создали сами, создали классификаторы свойств, да, там более, около тысячи уже названий, собранные со всех разных сорсов, да. То есть вот это уже входит, да, в систему. Ну, что еще? Ну, в принципе, все. В принципе, некоторые классификаторы, может, очень национальные, ну, скажем, вот это классификатор Евросоюза, там, насчет education, да, образования. Другой классификатор, иногда используются, то есть дисциплины, профессионалы, там, управляющие и так далее. Иногда мы можем рассчитывать потребности, персоналы в нашем проекте, в нашем проекте, в нашем проекте, в нашем проекте, в нашем проекте. И другие примеры. Вот, например, SS-добагал EPS структуру, да, Construction Breakdown System. То есть то, что я показывал на гитарском языке, эта структура может использоваться внутри нависворца, или его этот классификатор использовать во время проектирования, моделирования. Да, спасибо, Донатас. Значит, еще есть вопросы, но я так понимаю, что эти вопросы мы уже будем более подробно разбирать во время курса. Здесь, наверное, тут как бы уже времени нет на то, чтобы их, но и просто я на всякий случай для вас, Донатас, чтобы вы были готовы к таким вопросам. Первое, это вот, можно ли переименовывать с помощью данного плагина, ну, видимо, имеется в виду Bimaxon, например, наименование семейства модели, или в модели переименовывается только свободно задаваемый атрибут. Вопрос, связанный с интеграцией Sigma, а вот это уже другой какой-то, это уже другой вопрос. Если понятен вопрос, то можно ищите. Да, 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 я понял. То есть плагин может менять некоторые параметры. Я могу менять параметры типа, так называемые type parameters или instance параметры, да, то есть личные параметры компонента. Те, которые закрыты в платформе Revit, конечно, мы не можем их менять. Плагинсы, некоторые плагинсы умеют даже менять название типа, но менять название семейства как файла. Существуют совсем другие плагинсы, которые могут помочь вам, скажем так, склассифицировать вашу базу данных семейств, да, каталог ваш семейства. То есть добавить всякие класс-коды, то есть склассифицировать для всей команды. То есть один раз сделали и во время моделирования используем типовые компоненты, которые уже имеют свою классификацию. Так, что дальше? Надеюсь, ответил на вопрос. Я думаю, да. Следующий вопрос, просто написан пока вопрос, связанный с интеграцией Sigma Estimates. Но пока вопрос не видим. Sigma Estimates принимает в себя различные форматы. То есть вы можете из Revit или Navisworks или из этого Solibri экспортировать CSV файл или Excel файл, да, и импортировать в Sigma Estimates. То есть такая напрямую интеграцию, они, насколько я знаю, я не знаком с Sigma Estimates, только где-то в Соединенных Штатах на выставке там видел чуточку. Насколько я знаю, они имеют прямую интеграцию с Revit, то есть берем данные прямо в реальном времени из модели. Все, я думаю, что на сегодняшний день у нас вопросы закончились. Донатцы вас поблагодарили за ответы. Спасибо большое, было очень интересно. Коллеги, спасибо вам большое. По поводу курса, который проходит в сентябре, вы знаете, к кому обращаться. Это Екатерина Величко. Все, что касается по стоимости программного продукта самого Алина Гаджиева. Всем спасибо большое за внимание. До новых встреч.